Привет, мои хорошие! День новый, и я сейчас собираюсь покрасить волосы. Взяла свою красочку Лондо, только до этого я красила Лондо 1281, а сейчас я взяла 1289. Там оттенок менее холодный, то есть он такой даже может быть степлиночкой немного под мои волосы, потому что в прошлый раз я покрасила свои корни, и у меня прям, знаете, если не протягивать все по всей длине, то у меня получался здесь прям холодный на корнях, а здесь теплый. На камере это не так сильно было видно, но мне было видно. Я думаю, что 1289 мой, но в любом случае я собираюсь сейчас покрасить корни на 6%, 1 к 2, как обычно, и всю длину 1 к 1 на 3% или 1,5. Что-то такое нам учу. Короче, сейчас буду красива, у меня мама в гостях, сейчас меня покрасит. Ну что, сейчас намазали волосики, и я уже смотрю, что оттенок немножко другой. Так, когда мы красили 1281, у нас прям был холодный, фиолетовый такой, а здесь больше какой-то даже русы, да? Ну, немного теплый не есть. Вот, но я хочу посмотреть, насколько у меня поднимутся корни, и все это дело сравняется. Я прям покрасила все волосы, затонировала на 3%, 1 к 1. В общем, через полчасика уже буду смывать, посмотрим, что за цвет получится. Все, крошки, я покрасилась. Камера, как всегда, не знаю, вот она передает блины, да не передает она то же самое, что я вижу. Ну, может быть, при дневном свете, сейчас я в зеркало гляну, оно будет... Оно, я сейчас зеркало возьму. Ой, сейчас я зеркало возьму, у меня есть маленькое зеркало. Мы сейчас посмотрим, дэй, 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 маме пройти. Мама тут не может понять. Хотя нет, слушай, при дневном нету желтизны никакой, охрененно прям все вообще. Ровно, красиво, такой благородный цвет, немного русый, как будто с русым. Тот, который я красила 1281, он был такой, знаете, холодно-фиолетово-голубой прям, даже когда красили волосы, даже когда красили, они еще были не помыты. Прям он был фиолетовый на волосах. А этот мы покрасили, и он такой был просто темно-русый. И вот смыли теперь, ну, слушайте, в принципе, мне нравится, да, и желтизну убрал. Брови. Да. Брови, это я испытывала там один карандашик, но вот сейчас смотрю на свои брови и прям хочу их подкрасить. Так что я сегодня смою карандаш, наверное, и надо подкрасить. На, посмотри, что у меня за краска там осталась. Подкрасить бровки, будет красота. Новостей, на самом деле, очень много. Я влог долгое время не снимала, потому что снимала отдельные видео, плюс у меня жизнь изменилась, как вы уже знаете. Начались стримы, прямые эфиры, и я развиваюсь в этом направлении, и мне очень нравится. Стримфест ждет меня впереди, я вся в предвкушении этого события. Что еще хотела сказать? А, сейчас я иду в солярий, потому что, ну, в принципе, мне нравится белый цвет своей кожи, но мне хочется чуть-чуть потемнее, потому что я даже мерила сейчас одежду, там снимала ролик для вас, и вижу свои белые ноги. Вот что-что, белые ноги я не люблю. Белое лицо я люблю, но белые ноги не люблю, белый живот не люблю. Я люблю все загоревшие и прессик. И еще, на самом деле, я так поднабрала немножечко, может быть, это не сильно заметно, но я вижу, как бы прессик надо подкачать, животик потянут, попку подкачать, как бы все это надо. Ну, у меня всегда все начинается с солярия. Я начинаю ходить в солярий, я начинаю смотреть на свое тело в зеркале, только заглянула в свое зеркало, смотрю его по животик, пошла пресс, покачала, поприседала. Ну, короче, меня солярий мотивирует. И я не хочу сейчас так сильно прям загорать, но легкий золотистый загар хочу приобрести. Поэтому вот у меня в магазине остались еще вот такие всякие крема с тройными, дистерными там бронзаторами, и я себе взяла несколько. Еще хотела сказать, что я поймала себя на мысли, что я человек, не замороченный на одежде, в принципе. Вот кто-нибудь может сказать, что Селена не замороченная на одежде? Да, у меня много одежды, я люблю ее покупать, приобретать, но факт того, что я ношу из всего этого очень мало. И вот сейчас, например, вот холодная погода, у меня вообще нет вдохновения наряжаться, выряжаться, хотя я выезжаю в город, в центр, и казалось бы, ну, надей на себя что-нибудь приличное. Нет, я одела спортивки, кроссовки, куртку, которую уже, в принципе, надо, наверное, кому-нибудь отдать. Вообще, вот я считаю так, мне нужны вещи и удобные, и красивые, и чтобы их было мало, чтобы когда я выходила на улицу, всегда выглядело хорошо. Потому что если у меня есть вещи просто удобные, и не факт, что, ну, да, черная куртка обычная, да, там, ну, там кроссы мои, вот они удобные, я их скорее одену и пойду. И вот порой я выхожу так на улицу, смотрю на себя, думаю, ну, чучело, реально, блин, столько красивой одежды, а я одеваю просто одно и то же, то, что мне удобно, и все, просто иду как гопник какой-то. Ну, в общем, я утрирую, конечно, все, но в целом у меня очень много красивой одежды, которая мне тоже и удобна, и прикольна, но такое ощущение, что вот, ну, некоторая одежда, потому что она такая красивая такая, да, такая, она тебя заставляет вести соответствующим образом. Ну, ты выходишь такая, уже такая какая-то, а хочется так на расслабоне, короче, с серой мышкой, чтобы никто тебя не заметил, ну, вот, пожалуйста. И я вот в таком вот обряде непонятном. Короче, надо избавляться от этой одежды и больше покупать хорошие, качественные одежды, и чтобы, короче, она у меня была прям, и только я ее носила, чтобы не было альтернативы, тогда я буду всегда прекрасной. Сейчас я еду, забираю свой паспорт заграничный, мне дали визу в Германию на полгода, блин. Ну, я надеюсь, вот этот сейчас, если я съезжу, я просто брала в прошлый раз французскую, а во Францию в итоге не съездила, я не стала там у них второй раз делать. Сейчас я взяла немецкую, потому что я конкретно собираюсь в Германию, и я надеюсь, что на следующий раз они мне уже дадут побольше шенген, на год, на два. Батарейка садится, надо подзарядить. Короче, поехала за паспортом и в солярии. Прошло буквально пять минут, Денечка покажи, что ты сделала у нас с красками, с краски все поперемешаны, а ручки покажи, покажи ручки. Ой, какие ручки синие красивые, зато моторик, а что? Ой, какие ручки красивые, вот так мы прям ладошкой уже туда. И у нас вот такие красивые картины получаются надолго. У нас преобладает синий цвет, потому что мама, видимо, все синее покупает, а нас привлекает. А еще из него больше всего течет смачно воды, пропитки, и он туда ныряет постоянно, в эту воду. Денька ест гречку с телятиной, да? Вкусно? Ой, вкусно, скажи, мама приготовила-то, нямняшка. Молодец мой, кушай. Что-то мама на балконе еще не доубирала, тут пакеты оставила. Да, на балконе немножко прибрала, у меня тут вот кое-какие вещи остались. Надо все разбирать еще. Ну, в общем, самое то ненужное я вот в тот угол убрала, потому что тут стена, там стена. А здесь вот, ну, как бы освободила целую площадку для гуляния. Ну, еще надо доубирать тут чуть-чуть. В основном детская тут. Все, все для Деньки. Он любит в окошко смотреть. Ну, что за сладюшечка растет? Да, поможешь мне, не знаю, как вешает хорошо. Носочки вешать, динамочки, да. Любит, любит стирать? Не вешается, что ли, носочки? Не вешается носочек? А ты его вот так вот, вот, раз. О, молодец. Бери еще носочки вешать. Молодец. Умничка. Ой. Ну, все, брось так, брось. Давай другую вещь. О, класс. Денел, как стирочка. Ой, старается ребенок. Все развешивает. Молодец какой. Так ты сам потом скидываешь, День. Все. Вот. Вешай, вешай, я здесь снимаю. Все, молодец. Всем привет. Нужно, чувствую, заканчивать влог, потому что сегодня я уже еду в Москву на стрим-фест. Проведу там выходные, еще один день проведу со своей подружкой Любашкой. Буду вести прямую трансляцию на своем канале Твич. Ссылку под видео я оставлю на свой канал. Обязательно заходите, подписывайтесь и смотрите прямой эфир. Еще хотела сказать, что после снятия ролика своего, что я ухожу с YouTube, точнее, ухожу с YouTube, да, наверное, люди недосматривают ролики и сразу делают свои какие-то выводы. Либо они смотрят, но слышат только то, что хотят слышать. Я четко и ясно дала понять, что с YouTube я никуда не ухожу. Максимум, что может измениться, это ролики могут быть, ну, еще день себе отдыха взять. То есть не через день, а через два дня. Но еще на сегодняшний день я сказала, что я держусь и успеваю все делать. Поэтому ролики будут выходить так, как и выходили. Еще я сказала, что я на канале Твич в своем новом. Это такой канал, где ты в прямом эфире со своим зрителем. Что я не только там играю. Точнее, играю, наверное, я меньше всего там. А чаще всего я выхожу в прямой эфир. Делаю какие-то розыгрыши. Играю в прямом эфире со своими зрителями. Также делаю распаковку. Мы смотрим разные фильмы. То есть люди тоже буквально приняли, что я прям там буду 100% времени играть. Нет. Мы делаем в прямом эфире, в принципе, все, что хотим. Я спрашиваю своего зрителя, который приходит ко мне, чем вы хотите заниматься. Кто-то хочет поиграть, кто-то хочет посмотреть фильмы. Также я пою там в прямом эфире. Сейчас мы настраиваем микрофон. Я же купила новый микрофон, классный. Пела даже там. Но мы все, звук усовершенствуем. И буду петь больше. Мне делают заказы песен каких-то. И я прям пою в прямом эфире. Звезда по имени Солнце. Знаешь слова? Белый снег. Серый лед. На растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней. Блин, тут низко он поет. Город в дорожной петле. И две тысячи лет война. Война без особых причин. Война – дело молодых. Лекарства против морщин. Смотри, я уже за гранью. Я не могу жить без тебя. Небо рифнует наши ладони. Соединяя на века. Вот чем я занимаюсь на Твиче. Твич – это платформа, где блогер, его по-другому могут называть стример, выходит в прямой эфир и общается со своей аудиторией на любую тему. И да, теперь мой канал на Ютубе будет тесно связан с Твичом. Потому что, например, даже если приходят ко мне какие-то посылки, и вот в последнее время я даже с девочками разыгрывала. Ну, то есть один из таких моментов – это, например, приходит мне какая-то посылка с Китая, и девчонки начинают угадывать что-то. Ну, задавать всякие вопросы, я ей даю подсказки. И кто первый угадал, что мне пришло с Китая, там, с Алиэкспресс или с Джум, тот дает мне какое-то задание в прямом эфире, я должна его выполнить. Это не для волос, это круглое, круглое, ну, то есть имеет, да, круглую форму, не для видео, для кухни, ну, может и для кухни использоваться тоже. Это не техника, это не вешалка. Марина, привет! Да, это затычка для ванной, бинго! И это, типа, вот так вот, раз, и затыкает. А, глянь, она прикольная какая вообще. Ритейли дает мне сейчас задание, она угадала. Покажи комнату сейчас. Вот. Комнату сейчас. Ты что, весь бардак свой показать? Так, ну вот, смотри. Всем видно? Смешно, не могу. Это очень увлекательно и интересно, и всем нравится. Поэтому не думайте, что на своем канале Твич я буду только играть игры. Даже если кому-то неинтересны игры в принципе, чаще всего происходит просто чатинг, просто живое общение, вопросы-ответы и развлечения всякие. Но это непосредственно в прямом эфире происходит. Поэтому я продолжаю всех приглашать на свой новый канал. Еще что хотела сказать, что канал Твич и платформа Твич – это никакая не реклама от меня. То есть там люди совершенно даже не знают, что я стримлю на их платформе. Просто я решила попробовать себя в новом жанре. Еще и прямые эфиры. Мне этот формат нравится, он мне близок, потому что это непосредственное общение со своим зрителем. И, соответственно, мне хочется разобраться, что да как там. Мне это интересно. Поэтому Ютуб и Твич – это для меня две разные платформы, на которые я реализуюсь по-разному. Ютуб – это отдельные ролики, Твич – это прямые эфиры. Что касается игр. Получил этот ролик резонанс такой, да, поэтому я отключила там комментарии, просто даже не хочу читать. И я не ожидала немного такой резонанс, да, что общее количество людей против игрушек, против вот этого всего, называют людей, которые играют в игры задротами там и так далее. Ну, я помню, что когда-то давно так же называли и блогеров, что это черти что, но когда поняли, сколько блогеры зарабатывают, как они становятся успешны, востребованы, сразу начинает меняться мнение, да, и блогеры – это уже что-то прикольное, что-то клевое, и да, они работают, и да, они молодцы и так далее. Ну, смотря какие блогеры, да. То же самое, я думаю, будет и происходить со стримерами. Это тоже такая вещь, где человек, имеющий харизму, есть ему чем поделиться со своим зрителем, тоже может реализоваться неплохо. И я хочу в этом разобраться. Потом я еще поподробнее расскажу об этом именно со стороны заработка и всех делов. Я пока что только новичок, делаю первые шаги в этом. Ну вот, ближе туда я даже сниму отдельный ролик по заработку на Ютубе и на Твиче, и расскажу, что знаю, в общем, поделюсь. Что касается конкретно игр, то я вам рассказывала о жанре, о жанре игры, который называется роллплей. Это там, где ты придумаешь своего персонажа и отыгрываешь какие-то определенные качества. Это на самом деле очень интересно для тех, кто наблюдает за собой, что будет происходить, психология. То есть мне, как психологу, очень интересно это. Мне интересно попробовать отыгрывать другого персонажа, например, мужчину, как минимум, да, и заходить в онлайн-игру с персонажем мужским, с качествами, которыми я его наделю, и играть с другими персонажами, которые точно так же онлайн сидят за компьютером и отыгрывают своего персонажа. У каждого есть микрофон, то есть мы можем разговаривать, есть коммуникация, есть какая-то история, есть город, люди там могут так же работать, так далее, так далее. Мне очень интересно оказаться в этих условиях виртуальных и посмотреть, что я смогу сделать, что я буду чувствовать, как это все будет происходить. Мне это очень интересно, и мне кажется, это интересно просто как факт существования такой идеи, просто как жанр интересной игры. Это любопытно, на мой взгляд. И, конечно, я привлекаю людей, которым это тоже любопытно. Кто-то может отрицать игрушки в принципе и считать, что это просто ужасно, что люди там сходят с ума, там и так далее. Но я уже где-то говорила, что нормальный человек, он никогда не сойдет с ума от всего этого. А ненормальный человек, он сойдет с ума от чего угодно, от чего вообще люди в принципе не сходят с ума. Вот если запустить человека бездельника, без целей, зависимого, азартного и так далее, хотя азарт может быть, это еще не так плохо в меру, если он, то в общем этот человек будет зависим и неуспешен везде. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого, поэтому с удовольствием свою аудиторию, своего зрителя зову на свой канал в прямой эфир, чтобы узнать что-то новенькое. Самое главное, что я хотела сказать, это то, что будет стрим со стримфеста. Я уже все настроила у себя на телефоне, будет стрим с телефона, там тоже есть специальная программка, через которую проходит стрим. Только мне осталось купить стабилизатор такой, знаете, чтобы камера не шаталась вот так вам, а была такая мягкая, плавная. Вот, и я очень бы хотела со стримфеста сделать вам прямой эфир. Еще у меня, кстати, реснички, если вы заметили, фиолетовые. И скоро будет окрашивание тоже фиолетовое. Я же в прямом эфире девочкам показывала краску, цвета которого я хочу покрасить, но еще не знаю, как покрашу именно свои волосы. Какой техникой. В общем, ну это не на стримфест, а просто после стримфеста, когда приеду, тогда. И еще хотела призвать всех не быть ограниченными. Очень небольшое количество людей, как я заметила, широко вообще мыслят в теме каких-то вещей, идут в ногу со временем. Правда, я была удивлена, что многие люди совершенно не знают о каких-то сферах, сферах деятельности, сферах заработка, каких-то интересных моментах. Очень поверхностное мнение об этом. Даже об этих же игрушках. То есть вам говорят стример, вам говорят игрушки. И все. Ну, я не говорю за всех. У большинства мнения из комментариев и вот эти лайки, дизлайки. Я поняла, что у людей поверхностное мнение и очень ограниченное в этом смысле. Мне кажется, это неправильно. Нужно прежде, чем делать свои какие-то выводы, нужно в этом конкретно разобраться и попробовать найти альтернативное мнение, а не только общее. Играют люди в игры, все, задроты. Но насколько это узко и примитивно мыслить так? Ведь там огромнейший пласт, очень много информации, которую вы не знаете, кто так мыслит просто. Это стример, задрот. И это, конечно, печалит немножко меня от того, что я, честно говоря, думала, что люди намного шире мыслят. И моя аудитория. Оказалось, что из моей аудитории так мыслят далеко не многие. Но есть люди, которые идут в ногу со временем, знают об этом больше, мыслят шире. И они уже со мной на Твиче в прямом эфире общаются. Вам большой привет передаю. В общем, я все сказала, что хотела. Ссылка на мой канал Твич под видео. Заходите, я вас всех жду. Ну и прощаюсь до следующего видео или до эфира. Эфиры, кстати, сейчас проходят каждый день. Я стараюсь выходить в эфир каждый день и стараюсь что-то новенькое придумывать. Но и еще очень много интересного в разработке. Прямо в прямом эфире. Все. Люблю вас. Целую. Пока-пока.